Дальше мы с вами рассмотрим серию на боку. Она используется для укрепления ног, для укрепления бюджет, ягодиц, для улучшения стабилизации таза, на грудной клетке. Есть несколько вариантов исходного положения для этой серии. Есть стандартный вариант. Это с опорой на руку. Я положила ладонь под голову. Здесь, как вы помните, мы это уже с вами разбирали, вы как тренер смотрите сверху, так что у вас плечо было точно под плечом. Затем обе половины таза находятся в одной плоскости, также находятся точно под грудной клеткой. Чуть-чуть переложи таз вперед. Да, не в таз грудную клетку оставляем. Да, вот сейчас вы видите, вы можете сверху посмотреть на вашу клиенту, вы видите, что грудная клетка и таз находятся друг под другом. Ноги немного вынесены вперед, так чтобы ваш клиент видел свои пальцы. Ира, видно свои пальцы? Видно. Хорошо, есть два варианта ног. Это параллельное положение, ноги параллельны друг к другу. И развернутая наружу, да. То есть, от многих зла о чем-то за бедренных суставах, подключаем ягодицы, внутренняя поверхность бедер. Да, хорошо, это стандартное исходное положение. Затем есть положение начального уровня, рука вытянута под головой, да. Голова с полотно лежит на руке, шея расслаблена. И положение продвинутого уровня, когда опорная рука стоит на локте, корпус приподнят над полом, да. И вторая рука за головой, то есть нет дополнительной опоры на руку, да. Здесь вы смотрите спереди за тем, чтобы ребра были приподняты, лопатки опущены вниз. Да, вы смотрите за тем, чтобы ребра были закрыты. Также смотрите на положение головы, да, шея, продолжение позвоночника. Да, макушкой тянемся вверх. Да, 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 здесь. Хорошо, это исходное положение. Мы сейчас с вами сделаем боковой кик ногой со стандартным исходным положением и затем с двумя остальными. Начнем с параллельного положения ног. Да, проверяем лопатки, таз, ребра, живот, ноги параллельны. Для того, чтобы еще больше стабилизировать таз, вы можете дать указание давить нижнюю ногу в пол от пятки до таза, до тазобедренного сустава. Давить, да, всю правую ногу в пол. Тем самым подключаем больше, да, живот. Хорошо. Дышим. Дышим. Хорошо. И на свой вдох поднимаем ногу в сторону. Вдых опускаем. Следим за тем, чтобы движение было только от забедренного сустава. Движения в талии нет. Следим за тем, чтобы линия талии не менялась. И здесь также следите за тем, чтобы стопа у вас была параллельно полу, да, внешний край стопы параллельно полу. Не разворачиваем ногу наружу, не внутрь. Движение только от забедренного сустава. Вверх вдох. И с выдохом вниз. Клечо пустая, лопатки держим. Вдох. И выдох. Еще один раз. Вверх вдох. И выдох. Разворачиваем ноги наружу. Подключаем ягодицы, сжимаем внутреннюю поверхность бедер. Вытягиваем ногу через пальцы. Поднимаем ее вверх. И с выдохом опускаем вниз. Вверх вдох. И по максимальной оплету, с его выдохом опускаем вниз. Оставайте все держать в линию талии. Движение. Выдох. Вдох. Выдох. Да. Вдох. Как видите, поскольку мы развернули ногу в тазобедренном суставе, соответственно, амплитуда стала совсем другая. Это как раз из-за анатомического строения нашего тазобедренного сустава. Хорошо. Также вы здесь можете обучать вашего клиента подключать заднюю поверхность бедер. Поднимаем ногу вверх. Вдох. Выдох. Стопа на себя. Надави на меня пяткой. Надави. Где есть напряжение? Внутренняя часть бедра. Внутренняя часть. Задняя поверхность бедра есть? Да. Это под ягодицами. Ощущение есть? Есть. Хорошо. Опускаем ногу. Вверх вдох. И с выдохом вниз. То есть учите ваших клиент подключать заднюю поверхность бедра и внутреннюю при опускании ноги. Потому как часто они поднимают ногу только за счет передней поверхности бедра и опускают, не подключая заднюю. Дави, дави, дави. Да. Вверх вдох. И с выдохом вниз. Еще раз. Вдох. Выдох. Хорошо. Отдыхаем. Согни колени. Да. Хорошо. Это был кик одной ногой. Дальше мы с вами рассмотрим еще по положениям. Если есть проблемы с шеей, плечом, локтем, соответственно, не ставим человека на локоть, да, используем исходное положение для начинающих. Вот как сейчас съеду лежит, выпрямим ноги тоже. А также, если дискомфортно с шеей, можно использовать полотенце. Надо подкладывать его под голову для более комфортного положения. Удобно? Угу. Хорошо. Да. Это для, если есть какие-то проблемы, локоть, плечом, шею. Дальше. Если у вашего клиента какие-то проблемы с лазобедренным суставом или комфортно лежать на боку, вы можете согнуть нижнюю ногу, да, вынести колени очень больше вперед. Хорошо. И, соответственно, работаем верхней ногой. Это более комфортное положение лазобедренного сустава. Затем вы можете также подложить что-то мягкое под бедро, приподнимем таз, да, да, то есть и выпрямить ноги, например. Если так дискомфортно, тогда сгибаете нижнюю ногу, да, если комфортно, пробуем с прямыми ногами. Выпрямляем ноги, да. Да, все верно. Хорошо. И также вы можете, если даже это положение дискомфортно, не поднимет таз, можете сложить ваше полотенце таким рулончиком, да, образовать кружок для таза, для тазобедренного сустава. То есть, грубо говоря, обложить ваш тазобедренный сустав таким валиком, то есть сделать выемку для тазобедренного сустава, чтобы ему там было комфортно. Да, попробуем. То есть так, посмотрите, опустим, пожалуйста, да. То есть как вот такой, да, валик в виде круга. Откладываем тазобедренный сустав. Да, ладуй. Ага, да, угу, да. Да, да, либо с согнутой ногой, либо с прямой. То есть лечите разные варианты комфортные для вашего клиента. Если есть какие-то проблемы с тазобедренным суставом, поднимай таз. Да, хорошо. Если ваш клиент чувствует дискомфорт во время упражнения в рабочей ноге, да, не в той, которая лежит внизу, а в которой, да, совершает движение. Соответственно, уменьшаем амплитуду до комфортной, да, до небольшой. То есть все на своих ощущениях здесь, да. Вы просите вашего клиента делать это упражнение на своих ощущениях. Это раз. И с меньшей амплитудой, да. И столько повторений, сколько он может сделать. Если чувствует, если он чувствует, что все больно, значит, отдыхаем сколько необходимо, и затем делаем опять несколько повторений с небольшой амплитудой, да, комфортно для себя. Хорошо. Теперь сейчас сами, пожалуйста, сделайте все три, все положения и попробуйте это упражнение делать, исходя из всех трех положений и на правом, и на левом боку.